Друзья, рад приветствовать вас на своем YouTube-канале Love Parfums. С вами Алексея, вы смотрите парфюмерный блог, сегодня у нас на обзоре мужской аромат, старичок, аромат здесь 90-95 года, Пако от Пако Робан. Включаем подборные аллусменты, коробочка как у чипсов Прингл, вспомните реклама такая была, кто-то помнит, кто-то нет, кто из 90-х, кто точно помнит. Собственно, перед началом видео не забудьте подписаться на YouTube-канал, если какие-то причины не подписаны, бейте в колокол, чтобы не пропускать новое видео, и, конечно же, не забудьте подписаться на телеграм-канал, чтобы быть в курсе, когда выходят новые видео, и, конечно же, в курсе всех новых событий из мира в парфюмерии. Ну, а спонсором показа является нашими любимый сайт Парфюмерии Критики, родного точка момента, сможете заказать этот аромат, и многие другие. Воспользуюсь еще дополненной скидкой 10% в помо промо-коду 10 лав. Ссылочку на сайт, ссылочку на аромат, и, конечно же, промо-код оставлю внизу под видео. Если возникнут такие сложности с заказом, то досмотрите до конца, там будет краткая видеоинструкция. Ну что ж, смотрите, какая необычная упаковка, да, тубус. Не какая-то там картонная, как уже мы с вами привыкли видеть, а тубус. Но в тубусах, на самом деле, редко кто выпускает ароматы. Я мало видел, мало знаю, может кто-то что-то напомнит в комментариях, напишите. Я знаю, что в тубусах есть у нас Тиффани и Кона, кстати, как-нибудь купить аромат, тоже прикольный свежий. И вот в тубусах недавно я приобрел такой-то аромат, да, от Slay Jones Lab. Он тоже был в тубусе, очень прикольно, удобно, необычно. Здесь еще и пробковая крышка, пробковое покрытие. Ну а что касательно теперь самого дизайна флакона, то тоже меня дизайн флакона удивил. Это форма дезодоранта. И вот такая поролоновая крышка. Две крышки, можно ее так и очки сделать из поролона себе. Ну и аромат дня у меня будет, конечно же, пока. Пака, кстати, смотрите, он один раз нажали, и все, и больше не нажимается. В отличие от Savage Cool Spray, да, Very Cool Spray был такой Savage в 19-м году вышел. Он, если его зажать, он вообще просто без отпуска, можно весь его выжать сразу на себя вылить, да. А этот не вылишь. В общем, тренд на такие флаконы, даже не знаю, когда появился. Напишите, ребята, в комментариях, кто знает, какой первый флакон вышел в форме дизодоранта. Я вот, честно, даже не скажу. Я думаю, что, наверное, тревогой женский, вот на 1970-м году, по-моему, а потом уже в 2000-х или там в конце 90-х, по-моему, вышел еще в Мушкоре в Гош. Мушкоре в Гош тоже прикольный аромат. Вот это даже что-то на нем, ну, немножко общее есть. Ну, в общем, Savage были в этом плане не первые. Уже выпускали бренды до этого. Такие подобные формы дизодорантов. Ну, не знаю, практично это или нет, мне кажется, все-таки в стекле как-то поинтереснее. А с другой стороны, вроде как, ну, дизодоранты, дизодоранты, а у тебя на самом деле аромат. Так любая марка может, в принципе, сделать. Ну, почему-то, не знаю, я думаю, что это менее практично. Что если где-то что-то на него сесть, случайно там, не знаю, или как-то, не знаю, уронить его, мне кажется, он просто лопнет, сдуется, мне кажется, в стекле гораздо все это дело интереснее. В общем, напишите в комментах, кто знает, когда был первый, и кто первый сделал аромат в форме дизодоранта. Ну, собственно, 95-й год, и на свет появляется этот красавчик. У меня такие смутные по нему, знаете, смутное такое мнение. Он мне вроде бы и нравится, и вроде бы что-то в нем такое отталкивающее. Он пахнет стариной, вот ароматами того времени. Если вы любитель вот ароматах того времени, вам однозначно это понравится. Ну, либо вы реально покупали этот аромат, пользуюсь им, и сейчас, по сей день, вы такой консерватор, и ничего нового не можете для себя найти, то, как вариант, можно им продолжать пользоваться. На мой взгляд, он, скорее всего, тоже переформулирован, переделан и уже раскроен не так, как был раньше. Почему? Потому что, во-первых, раньше был в серебре, а сейчас он вот такой вот черный стал. И он, соответственно, переделан. Он тоже как бы пропал, сняли с производства, а потом вновь появился, как в Феникс. Вот, собственно, так же было и с ультравиолетом. Я вот недавно на ультравиолет снимал по карабан. По карабану умеет удивлять, во-первых, флаконы, во-вторых, своими ароматами заставляет вот как-то иначе посмотреть на мир парфюмерии, потому что вот они, наверное, из первых такие тоже слаки ароматы делали, хотя этот 95-го года он еще не такой был сладкий, как, ну, после, да, пошли ароматы. Поэтому тут такое неоднозначное мнение, он какой-то такой немножко с низшимым звучанием, я бы даже сказал. Ну и вот, и действительно аромат того времени, вот так все раньше пахли. То есть я помню, что, не знаю, где-то в коридоре такой запах стоял, даже кому-нибудь в гости придешь, и вот этот вот запах вот какого-то такого аромата, он был всегда вот в школьные темы и годы в 90-х. Ну, я здесь отчетливо слышу лимон, то есть прям такая цедра, прям такой он кислый, свежесть лимон от придает, и есть здесь мшистость, мшистость и хвойность. Вот это вот мне нравится, потому что я люблю такие цитрусовые, мшисто-хвойные ароматы, в этом плане как бы прикольно. Кстати, вот тоже есть аромат примерно того же времени, забыл сейчас писать название, верте, верте, как же он называется. Короче, зеленый такой флакон, колонь, колонь верт, уирмес. Вот тоже прям вот что-то здесь такое есть. В общем, здесь много сочетаний с ароматами от того времени, потому что все использовали какие-то одни компоненты, да, одниф и те же формулы. Вот эта вот мшистость, хвойность и лимон мне нравится, но здесь еще и присутствует второй блок, который вот какой-то дает шампунь, мыло. И вот если там брать в каком-нибудь платье, он гостит, и мне нравится, как это пена для бритья или мыло, или мыльно-рыльный он пахнет, да, то здесь это почему-то какое-то хозяйственное мыло, и вот это хозяйственное мыло, оно такое прям горькое, жесткое, оно мне немножко начинает раздражать. Мыльно-рыльный аромат. И напоминает мне вот парикмахерский, когда в 90-х еще помню, пацан молодой опять-таки в школу ходил, зайдешь в парикмахерскую, там какие-то тетеньки что-то там делают, стригуутся какие-то там штуки стоят, что они там волос сушат. И, короче, где-то вот так вот проходишь, вот так вот пахло. В общем, как бы 50 на 50 смешанное чувство у меня к нему, но до конца с ними я не подружился, потому что я вот его наношу, стойкость у него очень слабенькая, 2-3 часа. И его как будто бы и не было. Шлейфа от него нету. Концентрация здесь туалетная вода, один объем всего 100 мл, аромат содержит в себе лимон, сосну, лаванду, чай, инжир и сандал. И вот именно лимон и сосна, ну прям вот прикольно. Кедр, сандал, не знаю. Вот что-то здесь другое такое есть, что вот прям вот это напоминает мне хозяйственное мыло, не знаю. Прям такой вот черный такой, знаете, прям бывает, ну что-нибудь раньше стирал этим мылом, прям вот сильно прям перебивает. В общем, друзья, здесь как бы добавить мне нечего, аромат на самом деле очень прост и понятен. В нынешнее время, конечно, вряд ли кто-то им будет пользоваться, потому что это все-таки такой вот скульный. Я думаю, что молодым парням вообще не понравится, и он не зайдет. То есть здесь только, скорее всего, ребят постарше, либо просто кто хочет приобрести этот аромат для знакомства, да, с бренда Пакарабан. Есть любители Пакарабана, да, хотят знать, что там выходило для коллекции, возможно, пока он есть. Потому что, может, его опять с ним, да, потом когда-нибудь вполне такое может быть. И, наверное, для тех, кто хочет познать всю парфюмерию, как пахли отцы, как пахли деды. Но я говорю, что, скорее всего, он скрученный. Мне кажется, он был мощнее разы, и был по-любому шлейфовые стойки в 95-м году прям по-любому. Хотя не факт. В общем, напишите, кто знает, как этот аромат ввел себя ранее, и такой же он сейчас или нет, так же он пахнет или нет. Пойдемте посмотрим, как его можно заказать на рендеву. Про который только что с вами поговорим в обзоре, всегда можете сказать на нашем с вами любимом сайте портюмере косметики. Рендеву точку, конечно, это аромат, вы можете сказать абсолютно любой другой. Я же покажу на примере аромата, как можно воспользоваться дополнительной скидкой 10% в полном промо-коду 10 лав. Выбираем аромат, добавляем его в корзину, жмем оформить заказ. Внизу справа ищем использовать промо-код, прописываем большими латинскими 10 лав. Применяем промо-код и получаем 10%. Напомню, что сумма заказа должна быть свыше 2500 рублей, иначе промо-код не сработает. Ну что, друзья, жду от вас в комментарии, как вам аромат, знакомый или незнакомый, планируете покупать, что вообще по нему думаете. По поводу, кстати, времени года я не сказал, да? Да тут как бы он такой универсальный. Универсальный, старенький, классический аромат. А с вас парфюмерный, жирный лайк за мои труды. Не забывайте подписываться на мой телеграм-канал. Там вы будете в курсе всех новых событий в мире парфюмерии. Конечно, когда выходит новое видео, когда стримы. И, конечно, не забывайте подписываться на мой YouTube-канал, с каким-то причинами не подписаны. Все, всех обнял. До новых встреч в новых видео. Пока.